МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чувашия и информационная программа Республика. В студии Алексей Андреев. Чувашия и Крым сделали шаг навстречу друг другу. Официальная делегация нашей республики в эти выходные вернулась из рабочей поездки к городам Симферополя и Севастополя. Главным итогом визита стали соглашения о сотрудничестве. В обоих регионах Крымского федерального округа прошли презентации возможностей малого и среднего бизнеса республики. Чувашская делегация посетила и крупные предприятия Крыма. Четверть населения Бакчисарая и Батаревского района состоит из татар. После подписания соглашения глава администрации Николай Глухов сделал своему коллеге символичный подарок. Эту тюбетейку своими руками изготовили ученики Медресейс Шигардан. Уже после официальной встречи руководитель муниципалитета пригласил делегацию Бакчисарая познакомиться с Батарева поближе. Крымчане пообещали приехать в республику в этом году, чтобы перенять накопленный опыт работы. Сегодня нам надо решать вопросы социально-экономические. И как их решать? У нас тоже не хватает еще опыта, не хватает практики. И вот такие соглашения, такие дружеские отношения, они позволяют все-таки понять и научиться всему тому, что перед нами еще нужно и необходимо сделать. Мы готовы помочь в данной ситуации, приведение нормативной базы, то русло Российской Федерации, которое сегодня требует 131 закон. Потому что 131 закон тоже сам часто обновляется, вносится изменения. А здесь, в Бакчисарайском районе, мы пообщались с Игорем Ивановичем, действительно это надо успевать. Теперь будут дружить и Крымская Феодосия с Новочебоксарском. Они стали городами-побратимами. В ходе визита было подписано очень много важных документов, напрямую влияющих на социально-экономическое самочувствие регионов. В их числе соглашения о взаимодействии в области содействия занятости. Вообще, Республика Крым сейчас заинтересована в создании новых рабочих мест. Местные власти присматриваются к инновационным проектам. В округе уже налаживают прямые связи с предпринимателями других регионов. Опыт Чуваши и Крыму полезен, отметил в интервью журналистам его глава Сергей Аксенов. Личная дружба, личные контакты, они всегда способствуют продвижению любого проекта. Мы с Михаилом Васильевичем будем в контакте, отслеживать лично всю работу, которая ведется нашими министрами, помогать им, подталкивать непосредственно к действиям. Отработают буквально, я думаю, за ближайшую неделю в рамках рабочих групп все проекты. Предложат нам, с Михаилом Васильевичем, мы их согласуем, никаких сомнений нет. Бизнес развивается самостоятельно. В данном случае наша задача – это коммуникация, обеспечить, дать возможность им контактировать с представителями органов исполнительной власти. Мы рассматриваем вопросы не только в сфере социально-экономическом сотрудничества, научно-техническом сотрудничества, социальной сферы образования, здравоохранения, культуры. То есть нам надо обмениваться, нам надо находить друг друга для того, чтобы социальное самочувствие и жителей республики Крым, и жителей Чувашской республики были лучше. Готовы предложить свою продукцию Крыму и предприятия Чебоксарского электротехнического кластера. На одном из заводов Симферополя намерены закупать Чувашские реле. Сейчас многие приборы им приходится заказывать за рубежом. Здесь активно ищут новых партнеров. Не исключено, что в ближайшее время будут заключены контракты с предпринимателями из Чебоксар. Для скважин, допустим, на 6, на 110, даже 220 кВт сейчас цифровую подстанцию изобрели, сухие трансформаторы, не только газовые, уже вообще сухие пошли. С точки зрения, значит, мы не конкуренты, нам надо сотрудничать. Наши производители тоже приехали, обмен информацией произойдет. То есть некоторые комплектующие, которые вы из Германии покупали, даже у нас сейчас в России можете купить. Это очень выгодно будет. Сейчас это предприятие производит технику для систем электрификации железных дорог. Прошлые годы заказы поступали из Украины, и теперь завод соориентирован на отечественный рынок. Трансформаторы, защитные блоки, изоляторы контактной сети. Объем продаж у предприятия заметно вырос. Но здесь намерены в разы увеличить объемы, в планах запатентовать и новые устройства. К слову, и сейчас на заводе создают технику, которая в стране не имеет аналогов. Глава республики предложил им наладить связи с другими чувашскими предприятиями. Правда, для более эффективного партнерства необходимо наладить систему логистики. Вообще сейчас и в городе Севастополь, в республике Крым создана свободная экономическая зона. Власти округа обещают предпринимателям всевозможные преференции. В регионе заинтересованы в новых проектах, которые должны улучшить его экономический потенциал. С новыми проектами в Крым и Севастополь приехали представители многих предприятий республики. Чувашские бизнесмены готовы прийти на полуостров с проектами в машиностроительной сфере, строительной и медицинской отраслях. Предложения от коллег из республики сейчас особенно ждут и энергетики округа. Мы вчера встречались с представителем Крымэнерго. Подробно очень обсуждали те задачи, которые стоят перед энергетиками Крыма и Севастополя на ближайшие годы. С целью ликвидации зависимости от Украины. Поэтому нам понятно, что будет в ближайшее время проектироваться, строиться в Крыму. Вообще, отмечают власти Севастополя, городу сейчас необходима поддержка других регионов. Деловые миссии, первый этап, итогом этого визита должны стать заключенные контракты. Сотрудничать бизнесменам власти предлагают в сфере туризма. У нас огромный потенциал и в области туризма, и культурного, и военно-патриотического. Город Севастополь в этом отношении уникальный. По концентрации тех мест, которые турист может посетить. От слов к делу власти Севастополя и Чувашии перешли сразу. Губернатор города и глава республики договорились поэтапно реализовывать целый план мероприятий. Соглашение о сотрудничестве они подписали еще в прошлом году на Международном экономическом форуме в городе Сочи. Для того, чтобы тот срок, то время или тот срок, который прошли другие субъекты, нам надо пройти его ускоренно. Для этого мы подписываем соглашение с регионами. Это в основном обмен опыта, это в том числе и экономическая помощь. Первые контакты уже налаживаются по электротехническим изделиям, по релейной защите, по микропроцессорным изделиям, по судостроению. Здесь же в Севастополе два завода. Понятно, Украина сделала все для того, чтобы они по объемам производства упали. Но наша задача, задача руководителя региона, перед нами задача стоять президент Российской Федерации, максимально сегодня оказать содействие. Уже с начала этого года в Крым по путевкам будут приезжать чувашские школьники, договорились организовывать и экскурсии по местам воинской славы в Севастополе. В ближайшие годы здесь развернут площадку для военно-исторического туризма. Но глава Чувашия пригласил творческие коллективы округа принять участие в фестивале «Родники России». Медриковалев, Андрей Шоклев, Республика. Из городов Симферополь и Севастополь. Во время рабочего визита в город Севастополь глава республики Михаил Игнатьев встретился с земляками, матросами. На Черноморском флоте сейчас проходит срочную службу более 30 чувашских призывников. Все они морские пехотинцы и выполняют задачи на боевых кораблях. С новобранцами Черноморского флота познакомились и мои коллеги. Черноморский фортпост всегда считался важнейшей стратегической точкой. Город не раз подвергался атакам, но его рубежи оставались под надежной защитой. Жители Севастополя отстояли свои границы и год назад. Когда крымчане решили выйти из состава Украины, военные не допустили переворота. Город вернулся в родную российскую гавань. На Черноморском флоте сейчас служат и чувашские призывники. Матрос Евгений Алексеев был призван сюда 8 месяцев назад. Юноша говорит, что о морской пехоте грезил с юности. И вот теперь его мечта сбылась. Глава республики Михаил Игнатьев встретился с чувашскими призывниками на территории Мемориального музейного комплекса «35-я батарея». Именно здесь в годы войны располагались боевые орудия, которые обороняли Черное море, избивали вражеские самолеты. В 43-м году, когда боевые запасы были израсходованы, в военно-морском флоте батарею решили уничтожить. К этим помещениям примыкал орудийный блок 2-й башни. Мы видим с вами только колодец, потому что, к сожалению, башни были взорваны в ночь на 2 июля 42-го года. В 60 метрах первая башня, она ближе к морю, и глубина залегания этого коридора 30 метров. Долгое время на этой территории не было ничего, кроме руин в музейный комплекс. Она преобразилась, благодаря меценатам. 35-ю батарею восстановили в точности именно так, как она выглядела в 40-х. Хотя это было и непросто. Черные копатели разграбили все, что было можно. Черные копатели срезали металл, и от входной двери сохранились только дверные петли. А сама дверь была толщиной 150 миллиметров. Сейчас здесь не только проводят экскурсии, но и принимают присягу матросы-новобранцы. Чувашской делегации устроили особый прием. Гостей приветствовали казаки и матросы Черноморского флота. Гости из Чувашии возложили цветы к стенам некрополя. Глава республики вручил своим землякам, матросам, часы с чувашской символики и пожелал им достойно служить на благо Родины и Черноморского флота. Физического духовной силы у вас хватает, но величий дух у вас всегда должен быть, чтобы вы создали крепкие семьи, и у вас много детей в семьях появилось. Но некоторые ребята признаются, что хотят вернуться на Черное море снова, уже на контрактную службу. Медрик Ковалев и Андрей Шоклев, республика, из города Севастополь. Вопросы охраны здоровья населения обсудили сегодня на заседании правительственной комиссии. Речь шла о грантовой работе общественных организаций, о внедрении комплекса ГТО и о профиле здоровья столицы республики. Созданием профиля здоровья занимаются сейчас все муниципалитеты. Эту важную тему поднял в своем послании и глава Чувашии. Столицы республики уже более 10 лет работают в международном проекте «Здоровые города». А почти год назад в Чебоксарах создан координационный совет проекта. Войдя в российскую региональную сеть, столица вплотную занялась здоровьем жителей. У российских городов, которые участвуют в этом проекте, у всех есть свое лицо. У всех есть тот проект, который они развивают, и своей визитной карточкой, свой имидж. Ну и безусловно, здесь для города Чебоксара этот проект стал, это занятие спортом на свежем воздухе и занятием физической активностью на свежем воздухе. Но здесь это не только утренняя зарядка, которая стала уже традицией. И уже достаточное количество лет каждый день города мы вместе с вами начинаем вместе с утренней зарядки. Но сюда можно уже добавить и то, что впервые в прошлом году в рамках форума в России именно в Чебоксарах стартовал международный день ходьбы совместно с ТОФИСа. Здесь хотелось бы отметить, что у нас с вами 1 июня 15 тысяч дешкалят в прошлом году на Красной площади сделали свою утреннюю зарядку. На этот год профиль будет расширяться и корректироваться. Особое внимание в Чебоксарах планируют обратить на доступность физкультурно-оздоровительных сооружений для лиц с ограниченными возможностями. Им по 90, но они по-прежнему молоды сердцем. Они пережили войну, послевоенные голодные годы и пересрочные времена. Сегодня ветераны войны не скрывают слез радости. Ведь над головой мирное небо, а это значит, что жертвы были не напрасными. В преддверии 70-летия Великой Победы глава Чуваши вручил ветеранам юбилейные медали. Дмитрию Егорову было 17, когда его брата и отца забрали на фронт. Тогда он решил, что его место тоже в строю, несмотря на юный возраст и низкий рост. Меня не принимали в ряды Красной Армии. Я подкладывал газету в откидки, чтобы казаться выше. Но, тем не менее, пришлось идти на хитрич уговорить военного комиссара, чтобы он меня отправил на войну. Главное, чтобы о подвиге советских солдат помнило подрастающее поколение. Тогда история этих страшных лет не повторится, считает Дмитрий Егорович. Именно поэтому сегодня 90-летний ветеран все силы отдает патриотическому воспитанию молодежи. И, несмотря на возраст, возглавляет общественную организацию. Юбилейные медали получили сегодня еще 35 ветеранов. Их поздравил глава республики. Мне приятно и в то же время волнительно сегодня вручить юбилейные медали. Сегодня в этом зале собрались люди, которых объединяет мужество, героизм и отвага. Нет на свете слов, которыми можно было бы выразить чувство благодарности вам, наши дорогие ветераны. Вы удивительные люди. Победив страшного врага, в мирное время совершили еще один подвиг. За короткое время восстановили страну из руин. В годы войны более 200 тысяч жителей Чувашии ушли на фронт. В это время в республике действовало несколько госпиталей. В них залечивали раны и снова вставали в строй сотни бойцов. Сегодня в Чувашии проживают 1550 ветеранов, участников Великой Отечественной войны. Дарина Игнатьева, Расиль Мухаммедов, Республика. Хорошие манеры, достойное поведение и умение танцевать – вот что объединило юных кавалеров и дам на настоящем балу – доблести, чести и славы. В художественном музее на Георгиевский бал собрались ученики средних и старших классов города Чебоксары. В память о героях Отечества главным символом вечера стала Георгиевская ленточка. Девушки в элегантных платьях, юноши в костюмах на время окунулись в эпоху прошлого века. Когда идет бал, когда люди одевают специальные одежды, когда они ведут себя достойно, вы знаете, это повышается человеческое достоинство. И я думаю, что вот в этом даже и хочется себя держать определенным образом, хочется общаться определенным образом. Я думаю, что это тоже патриотизм. Пары кружились в вальсе, исполняли польку, мазурку и кадриль. Атмосфера старинного бала, где порой случаются признания в любви, где юноши делают комплименты своим дамам. Такое почти не встречается в современной жизни. Для Елены Полутовой посещение балов уже стало традицией. Я хожу на балы уже четвертый год и на каждом балу открываю что-то новое. Это новые знакомства, новые друзья. На таком мероприятии мне кажется, что я перенеслась в прошлое. Я познаю культуру своей страны. Мне кажется, что я в 19 веке. Я очень люблю петь и танцевать. Поэтому эти балы для меня очень важны. Мои друзья с удовольствием ходят. Я учусь в социально-экономическом классе, учу историю. Поэтому я могу считать себя патриотом. Обязательные участники бала – кадеты. Недавно юноши удостоились чести стать участниками военного парада памяти в Самаре. Там они получили особые медали. Быть на этом Георгиевском балу – большая честь. Потому что нужно быть не только кадетом. Нужно быть еще как простой человек. Я хочу служить стране, приносить пользу ей. Чтобы она процветала, чтобы не было невзгод никаких. Традиции Георгиевского бала нерушимы. Историю нельзя переписать. А это значит, что чувство патриотизма, любви к родине – вневременные понятия. Анастасия Лангина, Андрей Спиридонов, Республика. Весенняя погода, хорошее настроение и спортивный азарт стали главными составляющими массового праздника, прошедшего вчера на базе детской юношкой спортивной школы Олимпийского резерва номер 2. На старт вышли 58 спортивных семей. В соревнованиях принял участие глава Чуваши. Лыжные гонки среди спортивных семей на призы главы Чуваши в четвертый раз собрали 180 любителей зимнего спорта со всей республики. Семьи состязались в трех группах соревнований. В каждой обязательно присутствие детей разного возраста – до 10, 15 и 17 лет. У лыжни был эстафетный характер. Первыми бежали дети, затем мама, ну а завершали гонку папы. Длина дистанции соответственно 400-800 метров и полтора километра. Семья Ивановых с дочерью Анжеликой впервые в этом году решила принять участие в соревнованиях. Ну я считаю, что все должны как бы спортом заниматься, себя развивать, спорт всегда нужен. И вот мы приучаем ребенка тоже. Это все ради детей. Ради здоровья? Ради здоровья, да. На лыжи встали мы второй год уже как. Очень нравится. Ну ходим на прогулки, на соревнованиях впервые. Занимаюсь спортом. Любите спорт и все будет хорошо. Спорт – это очень полезно. Спорт и физкультура. Победителями стали семьи из Чебоксар и Шуткиных и Красновых, а также команды Егоровых из Канажского района. В конце спортивного праздника всем, кто пришел поддержать свои семьи, предоставили возможность пройти на лыжах символичную дистанцию в один километр. Победители получили ценные призы и подарки, но главным здесь была не победа. В первый солнечный день весны все получили заряд бодрости и остались довольны праздником спорта. В дальнейшем хочется пожелать всем благополучия, спортивного духа, азарта и побед в реальной жизни, которые на сегодняшний день возникают те трудности. Но я считал и считаю и буду считать, кто любит спорт, трудности всегда побеждал и будет побеждать. Спасибо вам. С праздником! Анастасия Алангина, Евгений Анисимов, Республика. Зрители национального телевидения знают наш весенний телевизионный проект «Отличные студентки». Рада вам сообщить, что участница прошлой программы Мария Максимова сейчас представляет Чувашию на конкурсе «Новая звезда». Подробности в сюжете Марины Рябцевой. Мария, 22 года. Мария Максимова в прошлом году в проекте «Отличные студентки» представляла свой вуз, педагогический университет. А сейчас девушка защищает честь нашей республики на телеканале «Звезда». Маша считает, что попасть туда было настоящим чудом. У меня положение попалось на руки 26 ноября, и прием заявок заканчивался именно в этот день. А он мне попался в 7 вечера. То есть буквально за пару часов мы сняли ролик, как нужно было сделать. Маша успела оформить все документы и отправить заявку на участие в конкурсе. И, как оказалось, делала она это не зря. Именно ее кандидатура и была одобрена Министерством культуры Чувашии. Быть представителем какого-то региона – это нести большую ответственность на себе. И как будут на тебя потом люди смотреть. Если вдруг бы что-то не получилось у меня, люди бы стали бы осуждать и говорить, вот, надо было других отправить, может быть, получилось бы у других лучше. Вот это, конечно, была самая большая опасность. Маша не подвела. Девушке удалось выйти во второй тур в проекте «Новая звезда». И проходит во второй тур Маша Максимова. Музыка. Прямо это самое лучшее, что вообще случилось в моей жизни. И что я попала именно на конкурс «Новая звезда» – это просто удача. Это большая удача и большая возможность мне, как вокалисту и вообще другим людям, которые тоже вроде пытаются, вроде хотят участвовать. Но это я своим, так скажем, примером показываю, что не надо бояться. Нужно идти и нужно стремиться к этому. Марина Рябцева, Сергей Рябчиков, Республика. Это все, что мы успели рассказать вам к этому часу. Полная информационная картина дня в вечернем выпуске программы «Республика» в 20.00. Оставайтесь с нами. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова